Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Медникова Мария Борисовна – антрополог, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Окончила биологический факультет МГУ по кафедре антропологии, кандидат биологических, доктор исторических наук, лауреат премии Президиума РАН имени Миклуха Маклая. Главное направление интересов Марии Медниковой – комплексные междисциплинарные исследования в археологии, биоархеологические реконструкции по данным антропологии, морфология человека, эволюционная антропология, манипуляции с человеческим телом в древности. Она – автор свыше 330 научных публикаций, в том числе 21 монографии. Мария Медникова – член ряда российских и международных профессиональных обществ, в частности, Европейской ассоциации археологов, Российского отделения Европейской антропологической ассоциации, Российского общества историков медицины и Европейского общества по изучению эволюции человека. Мария Борисовна Медникова вновь в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте. Здравствуйте. И мы продолжаем рассказ о древней ДНК, эволюционной антропологии. Мария Борисовна продолжает, а я слушаю очень внимательно. Я напомню, что в предыдущем выпуске большую часть времени мы уделили новому Нобелевскому лауреату, лауреату 2022 года по физиологии или медицине, Сванте Пабу, его замечательным открытием, его исследованием. Те, кто хотят, могут посмотреть этот выпуск, он уже вышел. Остановились мы в первом выпуске на рассказе о денисовцах. Это люди, первые останки которых были обнаружены в Денисовой пещере на Алтае. И данные генетических исследований, данные анализа ДНК денисовцев позволили делать какие-то построения о том, как они могли выглядеть. Ну, выглядеть это, конечно, очень любопытно, очень интересно и познавательно, но все эти исследования древних людей, они еще и очень важны, потому что древние архаичные вымершие люди, они передавали нам кое-что важное, о чем пойдет речь в этом выпуске. Пожалуйста, Мария Борисовна. Спасибо большое. Итак, действительно, мы с вами закончили нашу последнюю передачу предположениями о внешнем виде денисовцев. И если данные генетики говорят нам абсолютно однозначно, что они были достаточно темнокожими, с темными волосами, темными глазами, то какие-то их портретные черты для нас пока неуловимы, потому что найдено очень мало находок. Ну, вот есть предположение, что целые черепа, раскопанные на территории Китая, принадлежат денисовцам, но невозможно выделить ДНК пока из этих костей, потому что там очень жаркий климат по сравнению с нашей Южной Сибирью. Так вот, мне бы хотелось вернуться к обсуждению первой денисовской находки. Вы можете видеть, собственно, это такая тоже оригинальная фотография из статьи, которую я несколько лет назад написала со своими коллегами. То есть была возможность подержать в руках эту уникальную находку. Вот посмотрите, из какого сора рождаются стихи, то есть совершенно микроскопические фрагменты костной ткани, которые остались после взятия образцов на древнюю ДНК и были возвращены, и сегодня они находятся в музейном хранении в Новосибирске. Но история этой находки совершенно детективная, потому что когда в конце 2000-х годов в процессе раскопок была найдена мелкая косточка кисти, то, в общем, никто не предполагал таких будущих открытий. И академик Деревянко разделил ее на две части, большую и меньшую. И вот та часть, которая больше, она была отправлена в тогда очень авторитетную, ну, собственно, и авторитетную, наверное, и сегодня, американскую кинетическую лабораторию в Беркли, а вторая, меньшая часть попала в институт Макса Планка, и они сумели воспользоваться своим шансом. Проблема заключалась в том, что вот эта большая часть, она фактически считалась утраченной. Ну, как выяснилось, буквально три года назад, перед тем, как ее окончательно потерять, американские коллеги дали возможность исследовать этот фрагмент французским ученым, которые сфотографировали ее, измерили именно вот этот верхний фрагмент концевой фаланги, и даже выделили ДНК, подтвердив вот предшествующие эти результаты. Так вот, что выяснилось, это была не девочка, это вполне могла быть молодая женщина, по крайней мере, подросток, потому что теперь нам очевидно, что уже произошло синестазирование, прирастание эпифизов. Это один из основных методов для палеоантропологов, судебных медиков, определения биологического возраста человека. Ну, и благодаря вот этим известным измерениям стало возможным сравнить морфологию пальца денисовской девочки с другими ископаемыми людьми. И оказалось, что морфология – это современная, вот это очень необычный результат. То есть она резко отличается от неандертальской морфологии. На этом слайде в центре вы можете видеть название Крапина. Крапина – это неандерталец, территория Балкан. Видите, совершенно другая структура, и это вот те признаки, на которые обращают внимание антропологи и морфологи. То есть очень загадочная ситуация. Архаические зубы и очень современный посткраниальный скелет. И вот картинка из этой же статьи, которая подтверждает вывод о том, что общий предок по материнской линии денисовцев, неандертальцев, сапиенсов жил порядка миллиона лет назад. Ну и дальше показывает нам, что все-таки неандертальцы и денисовцы были ближе друг к другу, чем современные люди, которые параллельно им эволюционировали на территории Африки. Ну вот все-таки наследие денисовцев. Генетическое наследие денисовцев. Мы уже поняли, что они жили на территории Тибета. И действительно у коренного населения Тибета находят их генетическое наследие в виде нескольких процентов. А мы знаем, что, собственно, тибетцы, они принадлежат к так называемому высокогорному адаптивному типу. То есть они способны функционировать, быть дееспособными в условиях гипоксии по сравнению с теми людьми, которые живут на равнинах. И, по-видимому, именно этот вариант приспособления они могли унаследовать от денисовцев. Да, то есть даже уже не по-видимому, это совершенно доказано генетическими методами. Важное наследие такое приобретение. Безусловно. И, по-видимому, в общем, мы можем ждать еще каких-то точнений и дополнений, поскольку сравнение с современными базами данных все время извлекает какие-то новые фенотипические признаки или какие-то новые физиологические особенности. Так вот, возникает вопрос, кто еще жил в Денисовой пещере. И, собственно, вот сейчас перед вами очень важная находка, которая много чего изменила. И просто невероятное везение, что это случилось. В более позднем, то есть, наоборот, в более раннем слое, в более глубоком слое, 11.4, вот тут стрелочкой показано, то есть этот человек жил на несколько тысячелетий раньше денисовской девочки, как мы ее традиционно... Первой денисовской девочке, да? Да. Ну вот, была найдена максимальная фаланга стопы. Мне невероятно повезло, то, что вот осенью 2010 года, она на короткое время попала в мои руки, и в результате появилась статья, и можно было и успеть еще сделать, провести радиологическое исследование. Эта кость была идентифицирована как максимальная фаланга четвертого или пятого луча левой стопы. То есть мы это можем сделать морфологически. Ну вот, если мы сравним эти данные с накопленными данными по неандертальцам, по ранним современным, анатомически современным людям, по некоторым более поздним группам, то совершенно очевидна принадлежность этого человека к носителям архаической морфологии. Причем он занимает такое промежуточное положение между неандертальцами и ранними современными людьми. Опять же, посмотрите на невероятную внешнюю массивность этой кости, и вот результаты сети скана, это срез в центральной части диафиза, невероятная толщина стенок. То есть это очень редкое явление. Мало того, существуют некоторые анатомические возможности, которые позволяют реконструировать, как этот человек передвигался. И вот эта скошенность методорзальной фасетки, которую мы тут наблюдаем, на этих слайдах показывает вариант, известный палеоантропологам, как хил-оф, то есть с пятки на носок. Так передвигаются, в частности, марафонцы. Что, в общем, для человека, который жил охотой, тоже вполне себе логичный способ. И спустя год, тоже в Денисовой пещере, еще более глубоком слое, который, как я вам уже говорила, датируется периодом свыше 120 тысяч лет назад, была найдена концевая фаланга кисти. Смотрите, насколько она необычная. Невероятно широкая, невероятно толстая. И очень расширена вот эта область ногтевая. Ну, теперь переходим к самому главному, потому что после этих исследований и морфологических была выделена ДНК. И, собственно, вот проксимальная фаланга стопы, она была переименована генетиками, получила название Алтай-1. И оказалось, что это была кость неандертальской женщины. То есть в Денисовой пещере жили не только денисовцы, но и неандертальцы. Причем в тот момент считалось, что они друг друга как-то сменяли, потому что разные популяции приходили и уходили. И вот фаланга кисти получила название Алтай-2. Там похуже сохранилась ДНК. Но, собственно, этот анализ подтвердил их принадлежность единой популяции, популяции ранних неандертальцев. Это очень важно, потому что до этого обсуждались неандертальцы в основном в этих генетических проектах, которые жили достаточно поздно на территории Европы во времена ледникового периода. То есть начиная с периода от 80 до 40 тысяч лет назад. Так называемые классические неандертальцы. А это были какие-то другие неандертальцы. Ну и сразу обращаю ваше внимание, что это первый был результат полногеномного секвенирования неандертальцев. Потому что до этого такому результату прийти не удалось, наверное, из-за климатических условий. Опять же, сыграла роль Денисова пещера. Поэтому каждый раз, когда в последующих статьях вы встретите упоминания неандертальцев, то, как правило, опираются на анализ именно этого образца. Собственно, этот... Вот это очень интересно. Да. Я хочу сказать, что когда я училась в университете и позже, когда я стала работать и в том числе с останками кроманьонского населения, то, в общем, прибывало, как и большинство антропологов, убеждение, что не было скрещивания между неандертальцами и представителями. Я считаю, что разным межъедовое скрещивание невозможно считается по классике, да? По классике, если мы берем классическое определение, хотя есть разные определения биологического вида, то считалось, что как бы да. Считалось, что если какое-то потомство и возникнет, то оно будет неплодовитым, да. Классические примеры... Считалось на основании количества хромосом. Если разное количество, то не может быть скрещивания. А здесь очевидно... Но, понимаете, было совершенно понятно к 2010 году, что дивергенция, то есть расхождение эволюционных линий неандертальцев, хомосапиенсов, оно достигает полумиллиона лет. Потому что неандертальцы, они происходят от гейдельбергских людей, которые... Даже не гейдельбергских, а, собственно, поздних эректусов, которые полумиллиона лет назад мигрируют в Европу. А предки сапиенсов, они остались в Африке. Поэтому, конечно, предположить, что при встрече так далеко разошедшихся людей могут быть какие-то такие события, ну, это было совершенно невозможно. И главное, что генетики сами не находили этому подтверждения. Когда они расшифровали митохондриальные первые геномы неандертальские, то это всячески подтверждало отсутствие гибридизации. И вот, собственно, анализ этой замечательной косточки, он показал, что нет, все-таки такое было. Мало того, это нашло совершенно неожиданное медицинское подкрепление. Хотя я как не медик, я постараюсь осторожнее с этой темой обращаться. Но в данном случае данные вот этого секвенирования, они сопоставлялись с огромной базой данных консорциума, которые занимаются изучением факторов диабета второго типа. И представляете удивление в 2014 году, когда там был обнаружен вариант, в общем-то, унаследованный от неандертальцев. Алдайских вычетов. Вот именно от той самой, да, от той самой группы, скажем так. Понятно, что не от конкретной неандертальской женщины. То есть все говорило об интрогрессии неандертальских генов вот в эту современную человеческую популяцию, о наличии какого-то смешения. Вот интересный вопрос, где это смешение происходило. И спустя несколько лет появляется еще одна статья, а теперь их еще больше этих статей, которые доказывают нам, что алтайские неандертальцы это какая-то особая группа вот этого неандертальского большого распространенного человечества. Прежде всего, такого обширного с точки зрения географии. Ну, во-первых, как я уже сказала, они достаточно ранее. Я думаю, что сейчас уже они датируются периодом и свыше 120 тысяч лет назад. То есть они рано попадают на алтай. Но до этого, как считают специалисты, в этой статье еще указывалась дата 100 тысяч лет, сейчас она удремняется, они встретились с современными людьми, которые вышли с территории Африки и произошла гибридизация. Судя по всему, это как раз и произошло в том самом Левантийском коридоре, где-то на территории Израиля. Потому что очень известные находки в окрестностях горы Кармел, где существуют там раскопанные и ранние представители, анатомически современные представители человека, которые жили там 110 тысяч лет назад. И вот, похоже, неандертальцы где-то рядом тоже присутствовали. То есть вот эта группа, она изначально уже несла продукт вот такого взаимодействия. И дальше эти исследования продолжаются по многим направлениям. Очень интенсивные раскопки производятся в Чигырской пещере, где найдено, по-видимому, самое большое число неандертальских костных останков. Там уже речь идет о десятках человек. И недавно тоже появилась статья очень интересная буквально в прошлом месяце с описанием генетических отношений между этими людьми. То есть там выделены пары буквально отец и дочь. Это бывает очень... Да, да, да. Ну вот. Но фокус в том, что... Причем там какие-то женщины откуда-то приходили, а мужчины не ходили. Да, да. Там был такой патриархат, мужчины, они держали свою линию, а женщины, они... А женщины можно было из других пещер, да. И это было очень правильно, в том числе с медицинских позиций, поскольку мы на медицинском канале. Итак, собственно, вот эти неандертальцы из Чигырской пещеры, они жили достаточно поздно, 60 тысяч лет назад. То есть, строго говоря, расстояние, то есть так же, как и неандертальцы из пещеры Окладниковской. То есть получается, что кронологическое расстояние между нами и вот этими неандертальцами из Чигырской такое же, как между вот этими поздними неандертальцами и ранними неандертальцами на Алтае. Такая сложная история, такое привлекательное место, куда раз за разом приходят эти люди. Так, ну вот, кажется, мы с вами подбираемся к заслугам коллектива профессора Пабо в неком медицинском смысле. Итак, вот, начиная примерно с 2013 года появляются статьи, где разными методами моделирования доказывается влияние неандертальцев на формирование иммунной системы современного человека. Ну вот, про проблему диабета второго типа мы уже с вами упомянули, но буквально два года назад появляется парочка статьи в журнале Nature и в журнале Американской Академии, посвященные актуальной проблеме осложнений при ковиде. Мы с вами тоже попробуем хотя бы упомянуть эти работы. Но сперва я, как человек, который всю свою жизнь занимается рассмотрением костей, все-таки упомяну о некоторых таких материальных доказательствах генетических данных. В частности, палеопатологи, то есть специалисты, которые занимаются изучением болезней древнего населения, опираясь на собственную дифференциальную диагностику, как вы понимаете, они выделяют возможность описания болезней ФРСТ или диффузного идиопатического гиперостозного синдрома на костях. Понятно, что палеопатологи, они не могут взять анализы, они не могут какие-то лоператорные... Да, да. Поэтому мы опираемся именно на какие-то такие вот морфологические наблюдения. В данном случае, конечно, наиболее диагностические поражения в области позвоночника. Но что интересно, что именно на костях неандертальского населения мы встречаем многочисленные проявления, какие-то экзостозы, осификации связок. Вы видите, у одного неандертальца это в области локтевого отростка, у другого шпора, у третьего это область надколенника. То есть все вместе это, в принципе, подтверждает, что да, действительно у них, по-видимому, эти метаболические нарушения могли быть. Опять же, как нам объясняет профессор Сванта Пабо, это не значит, что они болели диабетом второго типа. Во-первых, как правило, они редко доживали до такого возраста, чтобы он мог развиться. Это болезненно возрастное все-таки состояние. Ну, да, ну, по крайней мере, 40 лет для них это уже был преклонный возраст. Но самое интересное, что, ну, что сказать, они, по-видимому, для них это было положительное, в общем, такое адаптивное явление. Как считает Пабо, это могла быть адаптация к страшному голоду. А мы, унаследовав от них этот генетический вариант, по мере нашего приближения к цивилизации, вот мы несем за это некоторую плату. Ну, вот теперь мы переходим к очень такой дискуссионной работе на злобу дня. Однако нынче. Да, оно нынче. Однако нынче. Поэтому мы ничего не критикуем, потому что, как бы, Нобелевский вариант эту статью написал. Действительно, это была такая актуальная попытка понять не для каких-то генетических предрасположенностей в таком тяжелом течении ковида, которая, вот, тем более, сопровождала первые штаммы этого заболевания. При этом были использованы достаточно, наверное, представительные данные из разных больниц, где наблюдались пациенты с таким течением болезни. Свыше трех тысяч человек было проанализировано их ДНК. И, собственно, вот, авторы этой статьи, Хьюго Зеберка и Сванта Пабо, выделяют участок на третьей хромосоме, который связан вот с этими осложнениями течения. Я хочу вам показать филогенистическую картинку на этом слайде из этой статьи. И здесь мы встречаем, собственно, наших старых уже знакомых. Это образец Алтай-1. Сейчас вот я попробую оживить. Вам пощелкайте. Так вот, да, видите, Алтай – это наш известный проксимальный фаланг стопы. Чигырская – это фаланг стопы женщины из Чигырской пещеры, более поздняя волна миграций, но тоже неандертальская. И в Индии рядом – это балканские неандертальцы, и у всех у них присутствует этот генетический вариант. Вообще вот все, что тут выделено цветом, это как раз вот этот гаплотип, точнее, этот аллель с длинным цифровым названием, который связан с этими, с проявлением вот такой предрасположенности. И следующая картинка из этой же статьи очень интересная, потому что она нам показывает географическое распространение. Сразу скажу, как антрополог с антропологических позиций, собственно, вот полностью отсутствует в этой картинке Африка. Мы знаем, что в Африке неандертальцы никогда не были. То есть там было такое демографическое давление других ископаемых людей, что туда они уже не шли и не проникали. Вообще неандертальцы – это северные люди. А мы видим высокий процент вот этого аллеля на территории Индостана. Насколько я помню, самый большой процент в Бирме был обнаружен. Затем острова Индонезии и в Австралии тоже есть. Но в Австралии это связано с... Вот это процентное соотношение очень похоже на Европу. То есть, по-видимому, это уже поздние европейские переселенцы здесь имеются в виду. То есть в Европе этот аллель присутствует тоже, но не так, как в Индии. И, скажем, где-нибудь во Вьетнаме, очевидно. Что это может нам говорить? И вот по мнению генетиков это может говорить о некой, в общем, о положительном отборе на территории Юго-Восточной Азии. Очень может быть, что вот это заболевание, вот эта генетическая особенность, она параллельно защищала от неких инфекций, которые там распространены. Именно там, да. Да, потому что мы знаем, что это регион тропических, влажных джунглей, где возревают разного рода возбудители невероятным образом. И, собственно, вот эта тема защиты от каких-то болезней, унаследованных от неандертальцев, она развивается в следующей. И публикация этих же авторов, спустя год они это сделали. В 2021 году даже полгода прошло всего. Но подобные примеры, я сейчас, извините, просто поняла, вот серповидно-клеточная анемия, она защищает от малярии, да, вот просто аналогию такую. Ну да, нет, ну там, если она гомозиготная. Ну да, нет, ну я хочу сказать, что известно науке такое. Да, 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 скорее всего, что похожие процессы происходят. И вот смотрите, значит, новая работа затрагивает уже другую хромосому, 12-ю, и вот тот участок, который удалось выделить, сравнивая как раз с ДНК ископаемых образцов, он, оказывается, защищает нас от многих РНК-вирусов, и в том числе от ковида. И давайте мы посмотрим на правую часть этого слайда, опять же, мы опять здесь видим образцы ранних алтайских неандертальцев из Денисовой пещеры, из Чигырской, более поздние неандертальцы, из Виндии. И мы видим на этой картинке денисовца, и оказывается, что денисовцы никак не связаны с этим вариантом. То есть вот этот вариант, это наследие происходит от неандертальского населения Евразии. Причем, по-видимому, очень раннего, потому что мы видим здесь неандертальцев с разных территорий и с разной хронологией. И опять географическая картинка, она немножко другая, то есть тут нет островов Индонезии, тут нет Австралии, Африка, опять же, не затронута этим неандертальским наследием, и это понятно, это логично. Но зато в других местах как бы частота встречаемости доходит до 50%, особенно, видите, в Европе очень высоко, ну и, собственно, вот, опять же, территория Юго-Восточной Азии тоже затронута. И интересная интерпретация в этой статье, ну, там тоже содержатся результаты моделирования, и Сванта Пабо и с автором, они пишут, что это может отражать несколько очень важных эпидемий, которые человечество уже современно перенесло за последние годы, потому что у современных людей этот аллель проявляется с периода, начиная с 20 тысяч лет назад. Вот до этого есть же ранние кроманьонцы, еще более ранее у кого выделена ДНК. Нет, этого не... Где-то в скрытом виде это есть, но вот... То есть это явно последствия чего-то такого глобального. Это опять положительный отбор. И, собственно, вот поскольку они связывают положительный эффект этой генетической особенности с возможностью противостоять лихорадке западного НИЛа, гепатиту С и ковиду, то вот такие возможности обсуждаются. Но, безусловно, я уверена, что это исследование еще будет продолжено. Ну вот теперь, собственно, мне бы хотелось несколько слов сказать именно про невероятные изменения в области эволюционной антропологии, изучающей становление человека как биологического вида. Нам очень важно знать, кто мы такие, откуда мы пришли. И это нам помогает. И вот, собственно, такое радикальное изменение произошло летом и осенью 2011 года. И официально было зафиксировано не только в публикациях в престижных научных журналах, но и в презентациях, представленных группой «Исванты Пабо» на двух конференциях. В Денисовой пещере, я уже вам неоднократно говорила. И осенью этого же года была организована замечательная такая организация, сообщество профессиональное европейских эволюционных антропологов, которые собираются каждый год и обмениваются очень важной информацией. И на инаугуральной лекции вот именно Ищи, вот эта аббревиатура этого сообщества, «Исванты Пабо» впервые представил похожую картинку. И я уже говорила о том, что на протяжении, пожалуй, десятилетий XX века взгляды антропологов на эволюцию человека в принципе не менялись. Это было время противоборства двух основных концепций. Причем к первой из них принадлежало подавляющее число исследователей. Первая концепция называется «Моноцентризм» или «Из Африки», и она предполагала полное замещение современными людьми, людей архаического облика. То есть вот когда анатомически современные люди мигрировали из Африки, считалось, первая миграция там такая массовая, порядка 80 тысяч лет назад происходит, они встречали кого-то, но они их просто вытесняли, они с ними не скрещивались. Вторая гипотеза абсолютно противоположная, концепция полицентризма или мультирегиональной эволюции. Она наоборот предполагала полное замещение, то есть считалось, что на стадии поздних пятикантропов люди мигрировали по свету, и дальше их становление завершалось в разных регионах независимо. Но вот сторонников было мало. И благодаря генетическим работам было доказано, что некоторые современные популяции несут генетическое наследие денисовцев вплоть до 5%, как я говорила, это Меланезия и Австралия. И мало того, все люди за пределами Африки несут порядка 2,5% неандертальского генетического наследия. То есть гибридизация была, эпизодов было несколько, и это очень важно для понимания того, кто мы такие есть. Ну и, соответственно, эту концепцию называют капельное замещение. Ну и я бы пошла и дальше, но... То есть это то, что принято на сегодняшний день антропологами? Это принято, да, эволюционными антропологами, ну и генетиками. Вообще, мне кажется, что эта тема еще будет сильно развиваться, потому что вот в связи с той темой, которую вы затрагивали, о концепции вида, как вообще могли настолько дивергировавшие люди вскрещиваться и иметь плодовитое потомство. Здесь есть разные точки зрения, ну вот одна из них была такая, что если в семье неандертальца и кроманьонца рождался, не кроманьонца, но как бы сапиенца более раннего, рождалась девочка, то у нее, у этой девочки были плодовитое, были дети, а вот мальчики, они имели ограничение. Не выживали. Ну нет, они просто, по-видимому, не были столь плодовитыми. То есть, ну, это тема, которая нуждается в отдельной обсуждении. Но это спекуляции пока что, в общем. Пока да, пока да. Ну, там были еще работы по поводу Y-кромосомы у неандертальцев, которые там, возможно, испытали влияние сапиенсов. Ну вот, но тем не менее, чтобы показать совершенно невероятную везучесть этого коллектива и вообще вот как все это невероятно происходит буквально на наших глазах, хочу рассказать историю находки, которая получила название Дэнни. Вы видите перед собой совершенно неопределимый с анатомической точки зрения фрагмент какой-то трубчатой кости, причем сверху он подвергся эрозии, видите, совершенно непонятно, ну, какая-то трубчатая кость. Было непонятно, это человек или животное. И этот фрагмент костный из раскопок в Денисовой пещере опять же попал на экспертизу в Оксфордскую лабораторию, где в тот момент разработали очень полезный метод. Это метод ЗУМС, когда при помощи масс-спектрометрии было возможно определить в таком грубом виде, какому роду принадлежит эта находка. Род человека или какой-то любопитающий, да, это мог быть кто угодно. И вот это показало, что кость человеческая. Ну, какой это был человек? Мы же знаем, что теперь в Денисовой пещере могли быть и денисовцы, и нендертальцы, и, я думаю, когда-нибудь сайпиенсы появятся. И вот это, конечно, оказалось совершенно поразительным. Оказалось, что, во-первых, обладательница, опять же, женщина этой косточки жила около 90 тысяч лет назад, но у нее папа был денисовец, а мама у нее была неандертальская. То есть это фантастическая находка гибрида первого поколения, представителей, в общем, разных видов людей, которые разошлись 400 тысяч лет назад. Вот, это, конечно... Было ли это мезальянсом? Я не знаю. Я думаю, да, вот меня раньше очень интересовали психологические аспекты. Я думаю, что тогда не придавали значения таким глупостям. Нет, просто, понимаете, ну, они же должны были как разгоопаривать. Тогда надо было выживать, но мы эту тему как бы упустили, но, в принципе, у нее уже была членораздельная речь. Опять же, у них же был Гейлфокс П-2, поэтому... Вот, то есть... Так они песни вроде пели, ну, что-то там... Ну, вот, может быть, они вместе пели песни. Да, пели. Очень может быть, да. Ну вот, но денисовец этот был тоже непростой. То есть за 600 поколений до того, как он родился, у него был неандертальский предок. Причем это была еще более ранняя популяция неандертальцев по сравнению вот с этими алтайскими неандертальцами 120 тысяч лет назад. А неандертальская мама тоже была интересная, потому что, оказывается, и вот тут как раз было наконец-то доказано генетически происхождение, разное происхождение неандертальцев из разных алтайских пещер. Так вот, предки этой мамы, они пришли, по-видимому, из Европы. Это, в общем, показывает ее сходство с известными европейскими неандертальцами. Вот такая у нас интересная история произошла. Ну и, наверное, последний такой сюжет, который мы можем рассмотреть, тоже очень интересная работа. Публикация 2016 года, которая описывает связь гена, выделенного именно для анатомически современных людей, который вызывает такое развитие неокортекса, новой коры головного мозга. Здесь была проведена экспериментальная работа, экспрессия гена в неокортексе мыши привела к росту коры. И, собственно, вот по выводам этого коллектива, по выводам института Макса Планка и включенных в это исследования специалистов, эта мутация появляется у анатомически современных людей порядка 100 тысяч лет назад. Очень важное время. Как раз время, когда на Ближнем Востоке сталкиваются популяции неандертальцев и ранних сапиенсов, это группы Сху и Кавзэ. Но интересно, что в этот момент и у тех, и у других похожая каменная индустрия. И так вот без специальной подготовки не отличишь. То есть в культурном плане у них очень много всего общего. А вот после 100 тысяч лет начинается такой взрывной культурный рост хомо сапиенса, да. То есть вот это происходит достаточно интересно. И я позволю себе напомнить совершенно хрестоматийную историю. Я думаю, что она известна нейрохирургом, травматологом, эволюционным психологом. История страшной травмы, которую получил английский рабочий. И собственно вот наблюдение за этим человеком, который выжил, они очень много принесли для понимания вот важности лобных долей, лобной доли головного мозга. И так мы смотрим на эту страшную картинку. И вот Финн Эскейдж, получивший эту травму, он резко изменил свое поведение. То есть он сохранил долговременную память, но он потерял способность к долговременному планированию. Ну где-то слонялся, стал более агрессивным. Какая-то инфантильность в его поведении появляется. И я опять же позволю себе высказать предположение, что до появления этой мутации, о которой мы только что говорили, поведение наших эволюционных кузенов или предков, оно тоже было, ну не совсем, но в общем оно могло быть сопоставимым. То есть то, что мы приписываем лобным долям, вообще говорим, ну часто это вот можно слышать более-менее профессионально, а, ну это уловные доли, там человек стал агрессивным. Ну я думаю, что это эмпирически подтверждается. это у нас от них, от неандертальцев получается. Нет, это не от неандертальцев, эта мутация появляется уже у хомо-сантинса. У неандертальцев этой мутации нет. Это значит после 100 тысяч. И резюмируя, вот обращаю внимание на эти портреты замечательных людей, которые жили параллельно на разных удаленных территориях, на разных континентах, где сформировалось три параллельных человечества. Это неандертальцы, денисовцы, неандертальцы в Европе, денисовцы в Азии, ранее анатомические современные люди в Африке, в какой-то момент они все пустились в движение, анатомические современные люди выходят из Африки, неандертальцы мигрируют в направление Сибири, они встречаются, они взаимодействуют. Но в этот момент демографическая история хомо-сапиенс, она идет вверх, а вот численность неандертальцев, денисовцев падает. ну еще давно были разные дискуссии, отчего умирают неандертальцы. Вот сейчас сказать очень трудно. Про ледниковый период говорили, про изменение климата они не приспособлены, но были такие спекуляции. Да, безусловно, но дело в том, что именно неандертальцы были прекрасно приспособлены именно к ледниковому периоду. Но они же европейские фактически. Конечно, они приспособлены так, как никакие современные жители, не знаю, Чукотки не приспособлены, потому что они попадают туда позже, а эти адаптировались на протяжении десятков тысяч лет. Тем не менее, за последние сто тысяч лет наши анатомические современные предки по-видимому обрели такие преимущества, что постепенно остаются одни на земном шаре. Из трех человечеств параллельных. И за последние годы стало возможным построить новое такое древо. К сожалению, мы не можем обсуждать тупиковые ветви человечества, которые ну это люди, которые попадали в какие-то изолированные островные условия, как хоббит с острова Флорос, или вот какой-то очень странный резерват на юге Африки существует. Опять же, 300 тысяч лет назад это хомоналеди, невероятно архаические, но они не участвовали в нашем происхождении. А вот здесь как раз, это, наверное, к ответу на ваш предыдущий вопрос, мы видим хомоэректуса пятикантропа на территории Африки, вот видите, период начиная от двух миллионов, дальше он очень долго существует, вот он еще почти 400 тысяч лет, и от него почкуется гидельбергский человек, который просто как вот река разделяется на три рукава, денисовцы, неандертальцы и сапенцы. И между нами были контакты, которые на нас повлияли. Так что последний. Результаты эволюции часто бывают неожиданными. Ну, я думаю, достаточно неожиданные. Спасибо большое. Ну, мы еще коротко продолжим, все-таки я попрошу вас ответить на несерьезный вопрос про неандертальцев, но он меня много лет очень интересует. И интересует совершенно вот не зря, потому что касается людей рожеволосых, несколько лет назад я породнилась с семьей рожеволосых людей, да, у меня теперь внуки практически рожеволосые. Когда только прочитали геном неандертальцев и стали какие-то делать построения, какие-то проводить такие вот с фенотипом эти самые корреляции, было предположение, что рожеволосый ген, вариант гена волос рыжего цвета, он достался от неандертальцев. Потом вроде это проверкали. Что сейчас, что принято? Есть ли консенсус? Ну, я думаю, что вы все совершенно правильно сказали, потому что, да, сначала предполагалось, что они все были рыжеволосые, сегодня мы знаем, что они были очень многообразными. Разно, так же, как и мы. Да, и причем не только по отношению цвета волос, цвет глаз, ну, глаза, скорее всего, у них были светлые, но и другие признаки у них тоже, то есть это очень полиморфный вид. Мы судили по нему раньше, только исходя из наших знаний о поздних неандертальцах. Ну, первый геном, единственный, да, на тот момент. конечно, нет, дело даже не в этом, но просто брали образцы из поздних неандертальцев, которых было мало, действительно, они были достаточно консолидированы уже в генетическом отношении, это поздние неандертальцы Европы, а если мы заглянем немножко на другие территории и поглубже по времени, то мы поймем, что это было невероятное человечество. Я все время говорю, что это был вид двойник, вид дублер современного человека, и вот если бы что-то случилось на территории Африки, то мы бы сейчас были с вами неандертальцы. Спасибо большое, Мария Борисовна, удачи ваших исследований. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok